Бесплатные котята и щенки в переходе метро здесь разрешение главы Кировского района Игоря Рудакова. Благотворительная раздача животных в добрые руки не создает проблем отделу потребительского рынка, тем более что за собой сотрудники приюта все убирают. Кроме них в переходе, где еще в прошлом году кипела незаконная торговля, никого нет. Таких результатов удалось достичь за счет взаимодействия властей, силовиков и общественности. В основном работа была намечена на те территории, которые в рамках реконструкции сегодня идут. Это и реконструкция Московского шоссе, и Демократическая, улица Ташкентская. Сейчас идет реконструкция трамвайного полотна. Две площадки мы освободили под строительство двух детских садиков. Это соответственно у нас также на улице Ташкентской и улице Старозагора в границах Березовой аллеи. То есть работа ведется пока точечно по тем местам, где уже есть определенный вид на развитие территории. За прошлый год с улиц Кировского района было демонтировано и вывезено более 600 нелегальных киосков. Но данная работа весьма дорогостоящая. И в целях экономии бюджета нужно налаживать контакт с предпринимателями и договариваться, чтобы свои незаконные объекты они вывозили за свой счет. Я полный соратник Олега Борисовича в том, что он пытается со всеми договариваться, не меняя при этом своих позиций. То есть город должен быть очищен от киосков, незаконная торговля должна быть прекращена. Но при этом часть предпринимателей, которые хотят развиваться, вкладываться, идут на контакт, он с ними садится, договаривается, где о ремонте фасадов, где о развитии территории. Активный демонтаж киосков возобновится уже в конце июля. На заседании Самарской гордумы депутаты приняли решение выделить дополнительные деньги на освобождение города от незаконной торговли.